Воспитывать своих детей всегда непросто, особенно когда их много. В преддверии Дня матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября, наша съемочная группа побывала в гостях у многодетной семьи. О самой сложной профессии в мире быть мамой смотрите далее. Подходи, Владика, сейчас будем кушать. Оксана Плесюк – мама шестерых сыновей. Чтобы успевать и с воспитанием детей, и с домашними заботами, придерживается строгого режима дня. График расписан практически поминутно. Сначала собираю младших, которых нужно отвезти в сад, веду в сад. Потом возвращаюсь, отправляю старших в школу. Покормлю и отправляю в школу, они уходят. Остаюсь с малышами и уже обычный рабочий день, как говорится. Покормила, постирала, поиграла с ними. К обеду приходят уже старшие дети. И детям терапия. Начинаем обедать и начинаем расходиться на кружки. У кого какие кружки. У Оксаны с рождения инвалидность. Но несмотря на собственные проблемы со здоровьем, она уделяет мальчикам максимум внимания. Старшие посещают музыкальную школу, занимаются бальными танцами и привозят с конкурсов многочисленные награды. Среднего сына планируют отвезти на кружок балалайки. Родители стараются развивать все способности и таланты ребят. Быть мамой значит отдавать все свои силы и время ребенку, чтобы он рос здоровым и полноценно развивался. А вот быть мамой сразу шестерых сыновей для многих непосильная задача. Но в семье плесюк с трудностями борется вместе, ведь преграды им нипочем. В семье растут настоящие мужчины. Старший сын Женя не ленится заниматься домашними делами и присматривать за младшими братьями. Я вижу, что маме тяжело, но она не может успевать за всеми детьми. Но я этим могу, стараюсь помочь. Мальчишки лишены многих прелестей детства, но их мама и папа стараются дать им все возможное. Вряд ли найдется человек, который усомнится в искренности ребенка. Я люблю свою маму. Я пожелал, чтобы она не болела, чтобы ей дали нормальный дом, потому что у нас здесь мышки. Семья из восьми человек вынуждена обитать в двух комнатах, которые абсолютно непригодны для жилья. Плесень, ледяные полы, дыры в стенах и темные помещения. Подвал, в котором холодно и сыро не было долгое время, ни света, ни отопления обустраивали за свой счет. Оксана неоднократно обращалась в нужные инстанции, но местные власти ничем не могут помочь. Родители не теряют надежды на лучшее будущее для своих сыновей. Мама-инвалид планирует просить помощи у главы республики и верит, что в этот раз все получится.